Привет! Я Зажигалочка. Сегодня соседи собрались, чтобы поздравить Яниса и отпраздновать красивую традицию Иванова дня. И угадайте, что? Наш удивительный сосед Янис устраивает праздник прямо здесь, во дворе своего дома. Либо, лидо. Янис сберня, забрауз Либо, лидо. Субтитры создавал DimaTorzok По этой традиции соседи приходят с венками и поют специальные песни «Лиего», чтобы показать свою признательность и уважение к хозяину. Это прекрасный жест, который объединяет людей. Лиего, лиего, теверго, веслайдерай, лиего. Наш невероятный хозяин Янис выглядит потрясающе со своим венком. По латвийским обычаям ему на голову возлагают венок, символизирующий яркую природу лета. Это знак удачи и счастья в наступающем году. Но подождите, прежде чем мы присоединимся к празднованию Иванова дня, давайте поговорим о еще одной уникальной традиции, которая проводится непосредственно перед Ивановым днем – ритуале стрижки газона. На Иванов день вся дрова вокруг дома должна быть скошена. Поэтому сегодня у Яниса Андрис косит дрову, чтобы все вокруг было чистеньким, скошенным и красивым к празднику. В латвии принято заботиться о том, чтобы ваш газон был идеально пострижен и ухожен до начала празднования Иванова дня. Сосед Янис Андрис вчера не смог пострижить газон, как это предусмотрено традицией. Он делает это сегодня. И делает это слишком шумно. Недовольны этим шумом и аисты, свившие гнездо на шесте возле дома. А теперь давайте посмотрим, что он приготовил для этого великолепного праздника. Ничего себе! Посмотрите на эти вкусняшки. Видно, что Янис хотел, чтобы все отлично провели время. Он и его жена Ария приготовили множество вкусных угощений, в том числе пиво, сыр, аппетитные мясные пирожки, конечно же шашлыки, свиные шашлычки на гриле. Янис действительно знает, как подготовиться к приему гостей. Янис, что вы не любите, что вы не любите. Нет, нет. Нет, я не любите. Нет, это шашлыки. Как вы любите? Ты литей, спасибо. Да, да, да. О, супер. Что это у шашлыки? У нас шашлыки и гребес. Шашлыки и гребес. Нет, нет кетчапа. Нет, это Ария. О, Ария. У меня есть свои. О, окей. Поехали. Поехали кетчи. Латвийская мифология Янис является божеством летнего солнцестояния, олицетворяющим солнечную энергию и плодородие. Дуб считается священным деревом, символизирующим силу и долговечность. Поэтому венок из дубовых листьев и цветов становится своеобразным символом поклонения и благословения Яниса. Венок изготавливается из свежих дубовых листьев, цветов и других растений. В день празднования Яниса люди носят этот венок на голове или повесив на двери дома, чтобы приносить удачу, оберегать от злых сил и привлекать плодородие на следующий год. А теперь пришло время еще одной уникальной традиции – костер. Венок предыдущего года возлагают на костер, символизируя освобождение от прошлого и принятие новых начинаний празднования Иванова дня. Как вы видите, на костер положили венок прошлого года. Это традиция. Вы храните венок целый год, а потом, в следующем году, вы сжигаете его на костре. О, я не знала эту традицию. Да, вы должны держать его за год. Хорошо. Потому что у вас новый, чтобы помещать его. Да. С мерцающим пламенем и потрескивающим огнем старый венок превращается в пипел, унося любые и отрицательные энергии прошлого. Это красивый и символический акт, означающий обновления и новые старты. Пока костер согревает нас огнем, давайте поднимем бокалы и выпьем за Яниса и этот невероятный праздник середины лета. Пусть эта встреча сблизит нас и наполнит наши сердца радостью и счастьем. Мы прощаемся и благодарим наших хозяев за гостеприимство. Венки, сплетенные в этом году, сохраняются до следующего года. Я люблю повешать венок на яблоню. А потом, в следующем году, на костре они сжигаются и замещаются новыми венками. В этом году Иванов день был очень горячий, теплый день, поэтому венок дубовый наш уже завял и стал сухим и хрустящим. Спасибо всем за то, что присоединились к нам сегодня и вместе с Янисом и нашими замечательными соседями отметили этот волшебный момент летнего солнцестояния. Не забудьте поставить лайк моему видео, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих будущих фильмов. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. До следующего раза. Фантастического вам солнцестояния. Ваша зажигалочка. Фантастического вам солнца.